С вами День Города и Марина Комиссарова. О событиях сегодняшнего дня расскажут мои коллеги. В ближайшее время смотрите. Парализованный город. Поломка коллектора на Кремлевском валу остановила движение в центре Рязани. Сезон полетов из окон. Из года в год повторяются одни и те же трагедии, но взрослые продолжают надеяться на надежность москитных съедок, оставляя детей в квартирах с открытыми окнами. Забытая яма. Во дворе дома по улице Ломоносова после ремонта труб забыли закопать яму. Как жителям приходится уживаться с неприятными изменениями дворового ландшафта и надолго ли эти изменения сохранятся в наших материалах. Жара, москитные сетки и невнимательность взрослых. Вот основные причины трагедии, которые каждый день происходят во всей России. Иногда несчастный случай заканчивается гибелью малышей, как случилось вчера в Рязани. Из окна выпала и погибла трехлетняя девочка. На этой солнечной детской площадке настроение сегодня тяжелое. В этот двор больше не выйдет и не поиграет с другими детьми их соседка. Никогда. Накануне вечером трехлетняя девочка упала из окна 12 этажа. Ребенок скончался на месте. Мы были дома с ребенком. Когда мы вышли на балкон, мы уже увидели результат. Ребенок лежал и рядом мама. Полиция, реанимация. Было страшно. Ребенок остался дома один на какое-то время и подставил стул из балкона. Видно, перевесилась или как-то и вот упала. По слухам говорят, что, возможно, оставшиеся дети звали ребенка, который был дома гулять и, соответственно, поэтому упал. Но это только слухи. Каким образом трехлетний ребенок смог забраться на окно балкона, остается неясным. Одно понятно точно. В это время она была совсем одна, без присмотра родителей. По предварительным данным, присматривавшая в этот день за девочкой ее родная тетя, оставила племянницу в квартире одну на непродолжительное время. Однако этого хватило, чтобы ребенок зашел на балкон, забрался на стол и перегнулся через балконные перила. Жена эта, не знала она, что на балкон будет дети смотреть. Малышка выпала с 12 этажа. Окна выходят во двор. Небольшое участок газона и маленький цветник. Сюда она приземлилась. Потрясенные случившимся соседи. Еще до приезда медиков пытались оказать девочке первую помощь. Шансов на жизнь с такой высоты у нее не было. Мы подбежали к этой девочке, которая уже лежит. Она была еще в сознании. То есть буквально она у нее прям белеет и белеет. И две минуты, естественно, глаза у нее закатываются, она отключается. Семья, можно сказать, она как бы не русская. У них дети очень аккуратные, чистые, постоянные такие. Но дело в том, что они постоянно гуляют одни. Увы, не редкость. Приоткрытое окно. Недосмотры родителей и считанные шаги до беды. Зачастую трагедии можно было бы избежать, если бы малышей не оставляли без присмотра. За последнюю неделю по всей России произошло 16 несчастных случаев. А в регионе с начала года из окон выпали 8 детей. Дело в том, что так называемые москитные сетки, которые устанавливаются в проемах окон, они таят в себе действительно серьезную опасность, которую дети и родители недооценивают. Для ребенка вот эта сетка, она создает иллюзию защищенности. Дети в силу своей природной любозательности подходят к окнам, выглядывают из окон, залазят на подоконники, ручками опираются на данную сетку и вываливаются из окна. 25 июня два маленьких ребенка выпали с балкона второго этажа в Старожилове. С травмами их доставили в больницу. А 21 июня полуторагодовала девочка выпала из окна Рязанской многоэтажки на улице Электрозаводская. Родителям повезло, что квартира располагалась на втором этаже. Но если дети и остаются живы, то полученные черепно-мозговые травмы могут привести к вожизненной инвалидности. Если ребенок у нас падает с высоты, как правило, первая травма – это черепно-мозговая. То есть это повреждение у нас костей черепа, перелом конечностей, перелом позвоночника может быть. Как правило, это требует достаточно длительного лечения в стационаре и имеет последствия для последующего здоровья ребенка. Часто падение с высоты случается у маленьких детей, то есть как правило в возрасте до 5 лет. Поэтому вся будущая жизнь очень сильно определяется той травмой, которая получена вследствие падения. Ежегодно в России, выпав из окна, погибают около 600 детей. Такова статистика. Во всех случаях, как и сегодня, дети, пусть и на несколько минут, но оставались без присмотра взрослых. В среду, 28 июня, с самого утра в центре города было парализовано движение автотранспорта. Стояли в пробках почти до обеда Первомайский проспект, Соборная улица, улица Свободы и Никола Дворянская. Причиной такого коллапса стала яма, провалившаяся в очередной раз асфальт. Подробнее расскажет Ирина Ковалева. Карусель, карусель, это радость для нас, прокачивая наша карусель. Вот такая карусель ждала всех, кто пытался в эту среду проехать через дорогу, проходящую вдоль Кремлевского вала. К сожалению, знаки, сообщающие о невозможности проезда по этому участку дороги, установлены не были. И как результат, возмущенным автомобилистам приходилось разворачиваться и утыкаться в огромные пробки, образовавшиеся в центре города. А причиной всех транспортных проблем явился провал, который образовался в районе Кремлевского вала вечером 27 июня. Уже тогда сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение, а на место аварии выехала оперативная бригада водоканала. Специалисты определили, что провал асфальтного покрытия связан с разрушением канализационного коллектора, после чего они немедленно приступили к выполнению работ по устранению аварии. Работы проводились круглосуточно. Обеспечена перекачка стоков в соседний канализационный коллектор, который обеспечивает предотвращение излива данных стоков. Также на данный момент вы можете обратить внимание, что участок аварийного коллектора длиной 6 метров уже заменен. Работа проводится по его герметизации. Яма огромных размеров заставила не только автолюбителей, но и пешеходов менять свой маршрут. Ведь в день, когда произошла авария, сотрудники водоканала предупредили жителей города, что существует опасность обрушения и тротуаров. Нет, сейчас такой опасности не существует. Вчера это было связано с тем, что в котловании находилась вода, которая подмывала немного под асфальтом, образовывались каверны. Поэтому была вероятность обрушения асфальтового покрытия в прилегающей территории. Но все это было откачано, перекрыто, организована перекачка, поэтому на данный момент котлован сухой. 28 июня с обеда началась подготовка котлована к засыпке и восстановлению асфальтного покрытия. Все работы планировалось закончить к вечеру этого дня. Кроме того, сотрудники водоканала отметили, что данная авария никак не отразилась на водоснабжении и водоотведении потребителей. Также они отметили, что пока не могут назвать точной причины, по которой был поврежден коллектор. Сейчас планируется проведение внутреннего расследования, и уже в соответствии с его результатами будет принято решение о необходимости дальнейших работ по замене аварийных участков коллектора, если таковые будут выявлены. А пока автомобилистам остается надеяться и верить в лучшее. Глядя на размеры и глубину этого провала, становится страшно ездить по улицам города. Получается, никто из нас не застрахован от того, что в любой момент земля, а точнее асфальт в буквальном смысле этого слова уйдет из-под колес. Обрушение асфальта и образование довольно глубоких ям в нашем городе происходит не впервые. И то, что в этот раз никто не пострадал – счастливая случайность. А вот гарантий, что данная ситуация не повторится, к сожалению, нет. Жители улицы Ломоносова недоумевают. Месяц назад во дворе жилого дома вырыли яму для того, чтобы ремонтировать трубы. С ремонтом вроде бы закончили, рабочих не видно уже ни одну неделю, но яму никто так и не думает закапывать. Разбирался в проблеме Валерий Седов. Дом 9, корпус 1 по улице Ломоносова известен тем, что в 65-66 годах у своего брата гостил первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Но буквально месяц назад этот дом обрел и дурную славу. Прямо перед ним рабочие выкопали трубы для ремонта. Как сообщают местные жители, сами работы закончились в первые дни. Но вот закапывать яму никто не собирается. Прошло уже около месяца, но злополучный ремонт до сих пор вредит местным жителям. Очень это неудобно, конечно, для нас, например, для мам с колясками, очень неудобно. Здесь вот такой переход, нигде не обойти это место. Дождь когда был, вообще был ужас. Тут грязь, тут машины ездят. Ну, прям вот, ну неудобно. Таких мам, как Ирина, в этом районе много. Для них обходной путь куда сложнее. На коляске им предстоит преодолеть 10-сантиметровый бордюр. А для пожилых людей эта высота такая же сложная. Многие попросту ищут другие обходные пути. Не нравится яма и автомобилистам. Для них попросту перекрыли единственную объездную дорогу. Зато в ней уже скапливается мусор, пивные банки и детские игрушки. Сейчас ни рабочих, ни инструментов рядом с ямой нет. На ней до сих пор установлен знак «Ведутся дорожные работы». А по периметру висят красные лампы освещения. А вот когда засыпят саму яму, до сих пор неизвестно. Улица Лагерная расположена параллельно Московскому шоссе, встречающему приезжих из столицы гостей. Несмотря на непосредственную близость, контраст поражает. Благоустройством города в последнее время занялись вплотную. Но вот жители улицы Лагерной это пока не коснулось. Улица Лагерная, на которой я сейчас стою, расположена параллельно Московскому шоссе. Однако она вовсе не напоминает городскую улицу ни асфальта, ни освещения и заросли, в которых спрятались последние домики. Заросли с разбитой дорогой среди них действительно мало напоминают городскую улицу. Между тем здесь неподалеку находится железнодорожная станция с одноименным названием «Лагерная». Соответственно место проходное. Однако путь в сотню метров до Московского шоссе или обратно, где ходит транспорт, порой становится серьезным препятствием. Конечно, ну что это, надо полосить от этого, все-таки тут народ ходит, конечно. Но мы давно об этом уже говорим. Очень неудобно, особенно бабушки едут с тележками на дачу, из дачи. Это вообще ужасно. Скажу, что асфальт ужасный. Идти невозможно, всю подошву больно. И вообще не знаю, как женщины ходят на каблуках. Я работаю тут недалеко. И вот когда вот распутиться, так скажем, здесь невозможно. Здесь только в резиновых сапогах очень все плохо. Ну, с освещением, вы знаете, как-то вот здесь вот еще ничего пройти, вот по этой вот тропиночке. А там я даже и не хожу, потому что дорога ужасная, можно упасть, споткнуться. И жителям, и тем, кто ежедневно проходит здесь, остается надеяться, что «Лагерная» выйдет из тени. И хотя бы немножко станет похоже на городскую улицу. Тем временем город продолжает преображаться. Лето в разгаре, а улицы дополняются новыми и новыми цветниками и клумбами. На этот раз высадка произошла возле школы номер один, где появилась клумба в виде смайлов. Год от года наш город становится лучше и привлекательнее. За этим следят не только муниципальные службы, но и жители города. В сквере у школы номер один города Рязани высадили клумбу в виде смайлика. Организатором мероприятия выступила молодежная администрация города. Смайл клумба высаживается в сквере третий год подряд. На протяжении долгого времени территория была заброшенной. В 2015 году сквер благоустроили. С такой инициативой выступил родительский комитет школы номер один. Ее подхватила молодежная администрация, которая теперь постоянно следит за состоянием зеленой зоны. Убирает и благоустраивает ее. Скверу присвоили имя «молодежность», смайл клумба – его постоянный летний атрибут. К сожалению, старательные работники ценят не все. Ежегодно фиксируются случаи выкапывания растений и кустарников. Например, в этом году 67-летняя жительница Рязани выкопала тюльпаны из клумба на Первомайском проспекте. В общей сложности было похищено более 2000 луковиц. Но, несмотря на все случаи вандализма, дирекции по благоустройству города и его жители продолжают следить за внешним видом города. И с каждым днем делают его все лучше. Обмануть государство и получить незаслуженные деньги желающих, к сожалению, много. И способы поживиться за чужой счет существуют разные. Одна из таких уже хорошо известных правоохранительным органам схем – подделка документов и получение льгот, на которые, по сути, прав нет. Такого рода преступления часто приходится выявлять в Скопинском районе, некоторые населенные пункты которого относятся к Чернобыльской зоне. Так вот, жители, не попавшие в такие зоны, между тем пытаются всеми способами получить субсидии. Поселок Скопинского района относится к числу регионов, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Местным жителям положены социальные выплаты от государства. Льготникам выдают повышенные ежемесячные пособия по уходу за ребенком и компенсируют расходы на питание на молочной кухне. Чем больше в семье детей, тем больше выплаты. К суммы набегают немалые. Неудивительно, что находятся желающие подзаработать. Но рано или поздно незаконно полученные деньги приходится возвращать. В практике Скопинского района в Старизанской области имело место одно уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат в отношении жительницы города Скопина, которая была зарегистрирована, но на самом деле не проживала в сельском поселении, находящемся в зоне с льготным социально-экономическим статусом, и не имела права на получение пособия на детей в двойном размере. Судя по справкам, женщина и двое ее детей проживали в деревне, находящейся в зоне радиоактивного загрязнения. Проверка доказала, что живут они в другом селе, не обладающем льготным статусом. Выходит, мать сознательно обманывала государство, незаконно получала ежемесячно полторы тысячи рублей на одного ребенка и три тысячи на второго. Своей вины женщина не признала, утверждала, что собирается жить по месту регистрации, хотя в суде удалось доказать, что для проживания адрес прописки совсем не пригоден. Приговором от 29 июля 2016 года Д. признана виновна в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 прим. 2 к наказанию в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев. На основании акта объявления о месте в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне она освобождена от назначенного наказания со снятием с неосудимости с указанное преступление. На полную мощь маховик правосудия закрутился после того, как в конце 2012 года были внесены поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации. Главу 21 дополнили шестью статьями, предусматривающими ответственность за разные виды мошенничества. Статья 159.2 Уголовного кодекса предусматривает наказание за мошенничество при получении выплат. Под нее как раз и попадают чернобыльцы. В отдельную статью такие преступления свели потому, что их по стране немало. Многие осужденным даже сочувствуют. Во-первых, часто на обман идут не просто многодетные матери, а матери-одиночки, которым действительно тяжело растить детей. Во-вторых, много лет государство смотрело сквозь пальцы на подобные дела, что породило чувство безнаказанности. Конечно, такие липовые справки не возникают из ниоткуда. И за подобными преступлениями стоит не один человек. В частности, по Скопинскому уголовному делу наказан еще и лжесвидетель, который помог обвиняемой получить необходимые для обмана документы. М умышленно дал в суду свидетельские показания, искажающие фактически обстоятельства совершенных Д-преступлений, которые могли являться обстоятельствами, исключающими преступность и наказуемость совершенных Д-преступлений. До вынесения приговора М не заявила о ложности данных М показаний. Суд признал обвинение М в совершении заведомо ложного показания свидетеля в суде в основном и квалифицировал его действия по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил лжесвидетелю штраф в размере 40 тысяч рублей. От того, как в детстве начинается утро, зависит дальнейшая жизнь человека. В Рязани в детском садике номер 91 состоялся урок гигиены, на котором малыши в игровой манере познакомились с микробами и зубной щеткой. Спектакль для детей организовала кафедра терапевтической детской стоматологии Рязанского государственного медицинского университета. И это мероприятие стало уроком не только для воспитанников детского садика, но и для организаторов. Кроме того, продемонстрировало, что теперь профилактическим мерам уделяют должное внимание. Микробы, зубная паста, щетка и девочка Маша сразились в поединке за гигиену полости рта. Актеры, выступившие перед детьми, студенты 4 курса стоматологического факультета. В ходе представления донесли детям в игровой манере всю важность ухода за зубами. И теперь на вопрос о том, что полезно для зубов, дети отвечают, не задумываясь. Молоко. Зубная паста. Среди вредных продуктов для полости рта дети называли газированные напитки, леденцы, конфеты. Кроме того, в этот день они повторили навыки чистки зубов. Не стоит много говорить о том, что в настоящее время остро очень стоит профилактика различных заболеваний в детском саду. Ну и в том числе заболеваний полости рта. Поэтому мы очень рады, что нам удалось наладить взаимодействие с Рязанским медицинским университетом. И что студенты в такой доступной, интересной для малышей форме проводят с нами уроки гигиены. Студенты Рязанского государственного медицинского университета сами придумывают спектакли и несколько раз в месяц проводят подобное мероприятие в той аудитории, где работает профилактика. И в том году этот проект был поддержан грантом Министерства молодежной политики. И на это были выделены грантовые средства. И мы сейчас этот проект, скажем так, в новом формате реализуем. В более интересном для детей, более доступном. Больше школ предпытаемся в детских садов привлечь. В том числе и на территории Рязанской области. Для студентов же такое живое общение с детьми – это шаг на пути к будущей профессии. Намного проще будет в дальнейшем оказывать лечение маленьким и эмоциональным клиентам. Готовиться мы начинаем уже на первом-втором курсе. У нас проводят такие же интерактивные уроки уже между собой, чтобы научить нас именно разговаривать с детьми правильно, потому что это совсем другой уровень беседы. Пытаться показать это все доступно. И чтобы, самое главное, дети этими пользовались и объясняли своим родителям, как правильно чистить зубы. За зубами нужно следить еще до их появления – с самого раннего возраста. А чистить начинает с момента появления первого зуба. Но даже если время было упущено, теперь специалисты хотят исправить ситуацию. И надеются в скором времени реализовать проект, где смогут увидеть плоды своей работы. У нас есть несколько идей. Это либо осмотры детей, то есть сейчас школьная медицина возрождается. Это очень тоже актуальное направление. И смотреть до уроков гигиены, уровень гигиены детей. И после проведения этих уроков, как дети это реализуют в практике, в жизни. Ну и, конечно, опросы родителей, потому что родители – это те люди, от которых зависит очень много. С другой стороны, подобные уроки гигиены приносят не только знания, опыт, но и эмоции. В этот день у всех они оказались на высоте. Приятно просто общаться с маленькими судьми. Это такой заряд бодрости на весь день. И очень-очень позитивно. Какие эмоции вы сегодня получаете? Эмоции только положительные. Я наслаждаюсь каждой секундой, проведенной в этом костюме. Ну и напоследок всем зрителям специальное пожелание от маленьких учеников, посетивших урок гигиены. Чистить зубы, улыбаться и почаще улыбаться, закаляться и тогда не страшна тебе хандра. Пока погода наладилась от выходных еще несколько дней, после работы можно прогуляться по родному городу. Галина Ершова в следующем сюжете расскажет, какие неизвестные, но интересные уголки можно найти на центральных улицах Рязани. Церкви и соборы всегда покоряли рязанцев своей красотой. Однако мало кто знает, что свою историю имеют и внешне неказистые здания. Рязанист давно славится своей гражданской архитектурой. Яркий тому пример находится на улице Свободы. Дом номер 7, больше известный как дом Хераскиных, это единственный сохранившийся в Рязани памятник деревянного ампира. Вековые сосны вместо колонны, резные окна вместо лепнины. Дело в том, что к концу 18 века в Рязани было всего 12-13 частных кирпичных домов. Позволить их себе могли лишь истинные богачи. Поэтому модные архитектурные веяния рязанские зодчие воплощали в дереве. Оно стоило значительно дешевле. С каждым годом, даже с каждым месяцем этих деревянных домов становится все меньше и меньше. Хотелось бы, конечно, их сохранять как-то, потому что это наша такая изюминка, это наша все-таки фишка рязанская, деревянные дома, деревянное изотчество. Если дом Хераскиных у прохожих вызывает жалость и восхищение, то дом номер 80 на улице Затинной скорее разочарование. На самом деле старый и внешне непримечательный, он является одним из старейших примеров гражданской каменной архитектуры. Он сам по себе уже ценность такая вот историческая. Плюс ко всему у него интересная история. Этот дом был выкуплен меценатом Дашковым. Очень интересный был человек. Здесь была так называемая Дашковская богодельня. Богодельня для неизлечимо больных. Изначально дом был небольшой, затем к нему сделали несколько пристроек. Здесь же находилась домовая церковь. Сейчас о ней напоминают только еле заметный рисунок в дальней части здания. Примечательное то, что в доме до сих пор живут люди. Узнавайте Рязань, у нас есть на что посмотреть. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков и желаю хорошего завершения дня. До свидания. Телефон 99-24-06. Субтитры создавал DimaTorzok